С завтрашнего дня Молдова начинает жить в новой реальности. 25 января начинается период, в котором разрешена предвыборная агитация. А это значит предвыборные ролики, дебаты, скандалы, прослушки, обвинения, иски и много чего другого уже хорошо знакомого. Эта компания вполне резонно претендует на роль особенной. Выборы пройдут по смешанной системе, к тому же добавился референдум. Но именно эти особенности стали поводом и к особой критике. Впрочем, не только они. Так чего же нам ждать в ближайший месяц? Сдаст ли Молдова экзамен на демократию? Ведь именно так призывают смотреть на любые выборы наши зарубежные партнеры. Об этом сегодняшний эфир. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Ульмила Бельченкова. Здравствуйте. Я с удовольствием представляю моих гостей. Это политологи, люди известные для вас. Борис Шаповалов. Добрый вечер. Добрый вечер. Карнелю Чурьевану, здравствуйте. Добрый вечер. Поддержать позицию одного из участников можете и вы, позвонив по указанному ниже номеру телефона. Ну что ж, давайте беседовать. Вот мы очень часто говорили, да, как готовы к выборам наши институты, да, вот предвыборная, центральная, избирательная комиссия, да, когда делили страну по округам. А вот теперь, вот в этот период, у меня, в принципе, к вам один очень важный вопрос. Готова ли в целом страна вот к этому непростому периоду и к новшествам в виде смешанной системы? Господин Шаповалов, готова? Ну, у нас страна к выборам, по-моему, готова всегда, потому что предвыборная кампания у нас не заканчивалась. В общем, партия Шора, открывая социальные магазины, по-моему, уже года три ведет предвыборную кампанию. Демократы, используя свой административный ресурс со своими дорогами и прочими проектами, тоже года два уже ведут предвыборную кампанию. Так что наша страна давно уже находится в этом предвыборном режиме. Смешанная система, вы знаете, я вот несколько удивляюсь этому вопросу, но, наверное, он имеет место. Почему? Ну, для меня, наверное, вот как все-таки политолога, специалиста, это не вызывает какой-то проблемы, потому что, ну, что такое смешанная система? Голосование в одномандатных округах, все старшее поколение прекрасно знает, это голосование при Советском Союзе. Так что, дорогие избиратели, это как вот было раньше при Советской власти, вы идете и голосуете за конкретного кандидата. А по партийным спискам все последние годы нашей независимости практически, кроме первого парламента молдавского до 1994 года, мы голосуем по партийным спискам, поэтому совмещение одной и второй системы, оно не так страшно. Хотя, я знаю, что очень многие люди говорят, что все-таки в сельской местности, ну, может, избиратель не знает все вот эти вот нюансы, и когда говорят смешанная система, ему кажется, что это что-то необычное, а страшное и так далее. Все это очень просто. Ты пришел, получил два бюллетеня. Один бросил за своего кандидата, который идет по округу от любимой тобой партии, а второй бросил за свою любимую партию. Вот весь ответ, на мой взгляд. Ну, вообще, да, в целом не два, а четыре будут бросать, потому что про референдум еще... Ну, я думаю, что про референдум, там, по-моему, одни демократы за референдум выступают, а больше ни одна политическая партия, кажется, не зарегистрировалась. Мы поговорим об этом, это хороший вопрос, мы его, кстати, тоже затронем. А пока хочу господину Чуре поинтересоваться. Готовы ли конкуренты, избирательные органы к предвыборной кампании? Я не знаю, сами избиратели, скажем так. Ну, избиратели, они должны пройти через избирательную кампанию. Многие еще мало информированы насчет тех кандидатов, которые будут участвовать. Но для этого и придумана избирательная кампания, чтобы избирателей было время для того, чтобы оценить кандидатов и проголосовать за них. Я имею в виду ту часть, которая касается одномандатных округов. И там есть, существуют и определенные технические проблемы. Не знаю, решили ли ЦИК или нет. Некоторые отчеты говорили, что нарезка округов, по крайней мере, в одном избирательном округе, в двух избирательных округах была не совсем правильной, так как одно село находилось в двух избирательных округах, что запрещено. Но это, конечно, случайно. Но есть определенные погрешности технического характера. Я не думаю, что это дело было сделано специально. И поэтому все это в конце, после выборов, мы поймем, как работает сама машина выборов в смешанной системе. Я думаю, на будут определенные сложности, но потому что не все те, которые голосуют, скажем, по национальному списку, смогут голосовать в округе, например, те, которые живут, которые называют себя диаспорой, и там у них есть определенные проблемы, или студенты тоже. Но, в принципе, насколько я понимаю, ЦИК сделал все возможное, чтобы подготовиться к этому процессу. А вот избиратели, они, вот тут самая большая, скажем так, сложность, они должны узнать о своих кандидатах. И это касается одномандатных округов. И я думаю, что это будет сложно и для них, и для кандидатов. Вот как кандидаты смогут раскрыть информацию? Если не будет там 10 человек в округе, то это сложно, конечно. Особенно при погодных условиях, вы посмотрите, что сейчас происходит. То есть зима, оказывается, настоящая, то здесь будут опять сложности технического характера и для партии, и для избирателей. Вот они будут идти друг к другу. К организации встречи. Друг к другу. Найдут ли они друг друга, это мы увидим в конце. Борис Андреев затронул тему референдума. Вот что мы имеем на сегодняшний день? Есть ли у вас данные, что кроме демократов кто-то еще поддерживает? Там же нужно зарегистрироваться в качестве избирательного конкурента. Для того, чтобы как-то, да, совершенно верно. Или за, или против сегодня, например, партию «Наш дом Молдова», которая призывает бекатер, те сегодня, кстати, не зарегистрировали. Говорят по техническим каким-то причинам. Но вопрос не об этом. Вот не профанирует ли это саму идея? Ведь смотрите, кроме демократов, в принципе, да, за это никто не агитирует. Ну, они что и... Я немножко не могу понять, в чем профанация самого процесса. Я пояснил. Когда речь идет о референдуме, мы что привыкли? Что это идея, которую хотят, в принципе, мнение узнать. Массы, народные. Много людей. Они хотят высказать узнать. А когда в данной ситуации... Мне помогает Борис Андреевич, спасибо, так. Не, ну, сама ситуация очень интересная. Мне, наоборот, с политологической точки зрения будет очень любопытно увидеть, как поведет себя избиратель. С одной стороны, демократическая партия предлагает проголосовать и за референдум. И я бы даже так сказал, что за идею, которую продвигает демократическая партия на референдуме, она более даже популярна, чем партия. То есть в этом есть и какой-то политический смысл, но и здесь и подвох для других политических партий. Потому что тогда, когда они голосуют против или бойкотируют референдум, в некоторой степени они входят в противоречие с чаяниями избирателя. То есть тут очень сильно против. Тоже довольно таки рискованно участвовать. Поэтому здесь, с моей точки зрения, ситуация, наоборот, очень интересна. И как это сыграет, в чью пользу это сыграет, мы еще увидим. Я думаю, что кроме желания демократической партии продискутировать эти вопросы, посоветоваться с народом, здесь есть, конечно, и тактическая уловка. Предложите хорошую идею людям и идею, которой сложно сказать нет. Ну что говорят политологи, Борис Андреевич? Они говорят, что в принципе демократы ничего не теряют. Потому что при самом худшем раскладе референдум консультативный. Даже если вдруг люди все массово поддерживают эту идею. Это не значит, что эта идея будет реализована после выборов. И они этим пользуются, так считают некоторые политологи. Вы из их числа? Я из их числа. И вот я с Корнелом согласен, с последним его посылом, но он так мягко, вежливо в данной ситуации сказал, что идея, она сработает на демократическую партию. Это чисто пропагандистская уловка, без всяких фокусов. Это политологический вот такой шаг, который предназначен для привлечения симпатии избирателей. Ну какой нормальный человек, когда услышит, давайте сократим депутатов, ну давайте сократим этих дармоведов, ну давайте сократим министров, ну давайте сократим еще два раза министров. Все равно мы жили без них и жить будем. Вот, и поэтому для человека это какая-то притягательная вот такая идея, уловка. И вот демократы на этой уловке будут строить свою пропагандистскую кампанию. Вот я посмотрел по городу пару дней езжу, уже появились плакаты, там 61 и 101. Вот весь упор не на то, что они будут реально делать, да, а вот именно вот на этот вопрос референдума. Программа, кстати, у социалистов ее тоже нету, то есть электоральная программа, она может быть объявлена после 20 лет, завтра уже. Ну да, да. А до этого вот они решили продвигать идею референдума. Ну понятно, вот та фишка, которую они заготовку сделали домашнюю, они ее и запускают вперед. А по большому смыслу эта идея нулевая, потому что ну не может и не должен, наверное, простой избиратель численно определять, сколько их должно быть. 61, 81, 95 и так далее. Избиратель будет голосовать за уменьшение количества. Есть чисто количество, есть чисто количество депутатов и, соответственно, я не знаю ни одной страны, вот близлежащей или европейской, где бы было меньше 100 депутатов, независимо от количества. И еще один вопрос. С вами спорить? Да, нет, все партии не будут, насколько я знаю, участвовать в этом референдуме, но они не будут выступать против. Действительно, зачем подставляться под избирателя в данной ситуации? Поэтому по референдуму, насколько я знаю, все будут отвечать, люди добрые, как хотите, так и это. Ну вот наша позиция, вопрос нулевой, мы в этом не участвуем. А между тем все не так безобидно, Борис Андреевич. Вполне возможно. Поясняю, поясняю, не я повернул, вопрос повернул политолог Виктор Чубану. Он посмотрел на этот референдум с точки зрения диаспоры. И по его словам, вот именно этот референдум придуман для того, чтобы усложнить диаспоре сам процесс голосования, для того, чтобы увеличились очереди, как он считает. А за счет того, объясняю, как он считает, что люди будут получать четыре бюллетеня, на участках будет больше путаницы, люди будут спрашивать, а это что, а это за кого, а вот это за, понимаете, на участках он считает. И таким образом очереди, как для диаспоры очереди существовали раньше, то теперь существует такая точка зрения. Выясни, я смотрю, оба не согласны. Не вижу, почему референдум может осложнить этот процесс. Я тоже абсолютно не вижу. То есть ты получаешь четыре бюллетеня, предполагается, что ты проинформирован насчет референдума. А если нет, то ты просто этот бюллетень можешь и не использовать, отложить. То есть вы считаете, что голосование не удлиняется? Нет, абсолютно нет. А на местных выборах вы разве удлиняете голосование? Нет, вы получили полметра простыню, пришли, нашли, штампик поставили, а здесь еще проще. То есть четыре бюллетеня? Хорошо, я поняла. Это не проблема. На местных выборах у вас больше бывает, потому что избираем вот в муниципе Кишинев, да? Да, и примара избирают, и примара населенного пункта, и советников, и так далее. Нет, я просто помню очереди из желающих проголосовать в посольстве Республики Молдова в Москве. Да. И я представлю, эти люди брали, как правило, один бюллетень. Теперь они должны взять четыре. У него простой математический расчет. Вот его теория, мне кажется, все-таки, вот мне лично кажется, она имеет право на жизнь. Ну, мы это уже с вами обговорили, движемся дальше. Что касается этой предвыборной кампании, почему как никогда раньше, вот с начала всего избирательного периода, так часто конкуренты говорят о возможности непризнания результатов выборов? Госпанчуре, вот как никогда. Вот, как правило, все обвиняют косвенно так, да? Не всегда прямо, но говорят, что партия власти может быть заинтересована, если результат будет не тот. Может, конечно. Ну, идея непризнания выборов, она всегда подспудно существует в электоральном процессе, и она используется. Поэтому я бы не согласен, что как никогда всегда оппозиция, которую чувствуют, или те, которые чувствуют, что они могут проиграть, они используют эту идею как фишку, как последнюю возможность оспорить и остаться победителем, по крайней мере, в моральном плане после выборов, сказав, что, ну, извините, мы не могли ничего сделать с этой властью, которая ведет себя неправильным образом. То есть, а при существовании, они недавно появились, технологии по организации разного рода революций, эта фишка является и поводом для оспаривания результатов выборов при помощи создания, так называемого, контролируемого хаоса. Поэтому, конечно же, эта идея всегда будет использоваться теми, которые, особенно в последнее время, чувствуют, что им не удастся победить. И это естественно. То есть, по крайней мере, они останутся морально удовлетворенными, что это не их поражение, просто они не могли победить. А в лучшем случае, кто-то, возможно, из-за рубежа поможет им оспорить в центре города, как это делалось 7 февраля 2009 года, результаты выборов при помощи вывода людей. Апреля. Апреля. Да. Я поясню, почему как никогда, это потому, что есть пример уже местных выборов. И когда люди увидели, что такое может быть. Ведь никогда у нас раньше не было, чтобы после второго тура были аннулированы все результаты. Вот потому, на мой взгляд, это одно из объяснений. Но ваше право, да, как-то его интерпретировать. Я с вами согласен, Людмила, что есть вот эта боязнь у избирателей, то, что они видели в Кишиневе, когда отменили вот эти досрочные местные выборы в июне, да, что власть может пойти по этому пути. И это обоснованная тревога. Да, и власть, раз она один раз прорепетировала это, да, и образно говоря... И, в принципе, на улице никто не вышел, да? Да, да, да. Она просто посмотрела на реакцию и так далее. Это вполне реально, возможно. Есть еще один аспект. Вот то, что Корнил Гаврил, я с ним абсолютно согласен, вот с его точкой зрения здесь. Но я бы добавил еще один момент, что есть и такая точка зрения, что таким образом отсеивается определенное количество избирателей и внушается в голову избирателя, что а зачем идти по большому счету на выборы, все равно власть их сфальсифицирует, это первый посыл. И второй посыл, а зачем все равно идти на выборы, когда они все равно сделают по-своему, отменят и так далее. То есть, до массы неустойчивого такого избирателя, не сильно принципиального, это может быть как причиной, ай, мы не будем голосовать, потому что это безспективно, как было, демократы у власти останутся, так и будет. Вот эта фишка тоже политологическая, скорее всего, и она будет оказывать влияние на определенного избирателя. Потому что избиратель должен четко и ясно понимать, что только его бюллетень, только его голос, только его воля определяет тех, кто будет управлять этой страной и в выборах нужно участвовать. В любой ситуации, нравится тебе, не нравится, ты приди на избирательный участок. То есть, тем более, что порога явки у нас по партийному списку практически нет, а по кругам сколько там? Одна треть, да, как обычно. Вот, то есть, вот этот момент, он будет, конечно же, оказывать влияние на выборы. И первое, и второе, оно играет на партию власти в данной ситуации, потому что партии власти все равно, сколько придет. Она постарается выгнать всех бюджетников, проконтролировать врачей, учителей, полицейских. Вот, сколько они проголосовали, 700 примаров пойдут с утра, в воскресенье стучать по дверям, по окнам, люди добрые, выходите, голосуйте и так далее. То есть, вывести свой электорат. По-моему, все-таки, избирательный порог существует на национальном округе, он остался 6%. Что-что? Избирательный порог. Имеется в виду, я, вы о явке. А, о явке, да. О явке, да. Я о явке, понял, понял. Вот, и вот этот вот момент, административный ресурс будет использован в своих интересах, в своих целях. Ну, власть боится потерять эту власть, она готовится к выборам любыми возможными способами. Власть боится потерять эту власть, и власть, как никогда... Но, есть еще один вопрос, я извиняюсь. 7 апреля 2009 года мы помним, мы помним обвинение этой оппозиции, так называемой, да, и либералов, и либерал-демократов, и тех же демократов, фальсификации коммунистами выборов. Парламентскую комиссию создавали, следственную комиссию создавали. Где, кто, когда подтвердил, нет по сегодняшний день. Потому что это ложь, это обман, и я с Корнелом согласен, это чисто технология для... Я возвращаюсь к вашей фразе, власть стремится сохранить власть, и это понятно, так делает любая власть. Корнел, как вы можете объяснить вот тот скандал, который разворачивается на наших глазах, имея в виду конфликт между демократами и организацией Промо-Лекс? Ведь такого, в принципе, тоже мы не помним, чтобы вот так открыто, да, вот была такая конкретная, что называется, стычка. Потому что сегодня уже представители Промо-Лекс выступили с новыми обвинениями, и эти обвинения очень жесткие. Они сказали, никто не заткнет нам рот, мы не собираемся вообще никому подыгрывать. Как было? Ну, они структуры запада. Да, то есть, и потом они стали говорить о запугиваниях. Я не смотрел сегодняшнюю конференцию. Вот, я просто, да, для телезрителей поясняю. Вот, они обвинили в запугивании, а сказали, что их, потому что они несут правду, их власть запугивает. Но давление на власть со стороны Ромо-Лекс. Остимизация со стороны Ромо-Лекс. Они бы, конечно, их критиковали. За первые два отчета сегодня был выпущен третий, мне не удалось его прочитать полностью, потому что, по-моему, его еще не было на сайте. Я его искал, но читал основные тезисы этого рапорта, этого отчета. То есть, были первые два, и власть, демократическая партия, не со всеми идеями была согласна. Я думаю, и другие политические партии не были согласны. Например, Ромо-Лекс очень сильно настаивает на избирательных подарках, которые сейчас делаются до начала избирательной кампании. Во-первых, спорно, можно их квалифицировать как избирательный подарок, потому что сама избирательная кампания еще не начала. Конечно. С другой стороны, перед Новым годом подарки в школам детям. Ну, все-таки, если бы было что-то, как обычно, рис, подсолнечная масла. Рис и гречка. Это любимое. Концерты, праздники в школах. Опять это выглядит немножко смешно. Посмотрите, что произошло в Грузии. Там просто купили избирателей во время избирательной кампании, и ничего вроде бы. А Промо-Лекс все-таки придирается к мелочам. Потом появился казус, связанный с людьми, которые мониторят от Промо-Лекса. И, как оказалось, они не всегда передавали правильную информацию. И опять были претензии демократической партии придираны. Потом была встреча, кстати, их пригласили. Были две встречи представителей с демократической партией. Один раз встреча, и была встреча про Молек с ЦИКом, который тоже, кстати, недоволен. Ну, от демократов был господин Сырбу, я помню, точно на этой встрече. То есть, был ряд встреч. Идет. Я бы не драматизировал ситуацию. То есть, есть эта структура, я согласен, структура, у которой есть определенный прозападный уклон такой. Они смотрят на вещи с точки зрения вот этой либеральной демократии, которая продвигается с Западом, которая не совсем у нас срабатывает. Поэтому они видят во всех этих моментах, они видят противоречия, проблемы, и они эти проблемы с идеологической точки зрения, по-моему, очень сильно выпячивают. Но идет и процесс объяснения со стороны других. И я думаю, что вот эта последняя, последняя декларация промо-лекса, они, конечно же, опять немножко политизированы. Промо-лекс хочет показать свою, как мы говорим, свой характер. Хотя даже, возможно, своим донорам сказать, что мы не уступим, что мы твердо защищаемые. Такие принципиальные. Да, они принципиальные. С другой стороны, как мне кажется, они несколько тенденциозно освещают политические события во время избирательной кампании. Но с другой стороны, вот все-таки, я бы не драматизировал, потому что такие организации, как промо-лекс, в меру нужны. Потому что все-таки власть должна тоже чувствовать дыхание контролера, который может дать щелчок, указать на недостатки. Кстати, промо-лекс некоторых отчетов указывал и правильно на некоторые проблемы, которые существуют. То есть тенденциозность налицо, иногда их советы хороши, то есть они к делу, и поэтому, я думаю, постепенно-постепенно ситуация устаканится. Спасибо. Вы знаете, да, я согласен с тем, что вот такие организации, конечно же, нужны, потому что власть нужно контролировать, избирательный процесс как-то нужно контролировать. Но я согласен, что многие вопросы, которые промо-лекс поднимает, они имеют под собой какую-то основу. Но они действительно где-то перегибают во многих вещах. Почему? Ну вот я тоже внимательно смотрел их некоторые доводы, и ты понимаешь, что эти доводы, идут, но они все равно кому-то принадлежат. У нас независимых не бывает. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Если про-лекс значита деньги существует, то значит он и проводит соответственно в нашей стране политику именно тех кругов западных, которые хотят контролировать избирательный процесс, его результаты и власть. Хорошая она или плохая, это наше внутреннее дело. Но когда это идет попытка уже вмешательства со стороны, но здесь возникают вопросы. И насчет предвзятости, ну посмотрите, вот я честно слово смеялся. С одной стороны, конечно, промо-лекс правильно поднимает вопрос по избирательным участкам за границей. Да? Они правильно сказали, что финансирование выделено на 150 избирательных участков, открыло правительство, 125 избирательных участков, добавили 25, но как добавили, да, в России и 3 избирательных участка, а все остальное пошло на Запад и на Америку с Канадой. Но это ненормально, это неправильно, да, это не соответствует количеству избирателей в этих регионах. То есть это открытая дискриминация молдавских граждан, которые сегодня работают в Российской Федерации. Там полмиллиона молдавских граждан. И открывать там сколько там 12 или 13 избирательных участков, это просто плевок в лицо своим же согражданам. Это один момент. В России было один. Но промо-лекс, смотрите, что он говорит. 11 в России. 12 в Соединенных Штатах. Да, ну 8 было, они добавили 3. Но промо-лекс, смотрите, что пишет. Вот это нарушение, это нехорошо. В России, по нашим данным, надо открыть 30 избирательных участков. В Европе надо открыть 90 избирательных участков, еще дополнительно. А в США и в Канаде 18. Вы меня извините, логика у промо-лекса есть. Почему в США и в Канаде надо 18 открыть, а в Российской Федерации где полмиллиона, да, ну давайте посчитаем сколько надо избирательных участков на полмиллиона. Пусть не полмиллиона, откройте хотя бы на 250 тысяч. Давайте посчитаем по 3 тысячи, на избирательных участках, сколько их нужно. Вот это справедливость. Вот это не дискриминация. А то, что делает наше правительство, это абсолютно вот это подготовка к фальсификации выборов. Но каким образом? Образом создания вот таких условий, чтобы определенная часть избирателей не проголосовала, не выразила свою волю. и, конечно же, потом после выборов можно оспаривать. Я считаю, что можно даже сегодня уже оспаривать эти выборы, потому что они предвзяты. Ну хорошо. А если можно все-таки по этому? Насколько я понимаю, все же не существует четких правил по формированию участков за рубежом. Конечно, власть может в определенной степени к этому подходить предвзято, но, или другие организации, но вот нету таких правил, которые бы заставили власть именно так, как господин Шаповало хочет, чтобы организовать. Может быть, это правильно, может быть, это справедливо, но нету таких юридических... Не Шаповало хочет, а полмиллиона наших сограждан. И господин Дадон хочет, потому что он просил. Социалисты. Так он же гражданин, как и те, которые там. В чем проблема? Я понимаю, но правил, вы не можете сказать, выборы сфальсифицированы. Сфальсификация идет при нарушении законов, причем доказанном нарушении законов. В данном случае нету правил четких по открытию издательных участков. То есть, можно сказать умышленные, но то, что это фальсификация, это... Нет, я согласен, но это умышленные действия по устранению из избирательного процесса. Каждый ищет своего избирателя, и находит, или не находит. Это честные действия, это бесчестные действия. Ну, несправедливые, вы можете это утверждать. Вот заметили, что участков за границей на самом деле стало больше, недовольных тоже стало больше, потому что, кроме социалистов, еще блок ОКУМ, да, они очень недовольны, сказали, что подадут в суд, они требуют, чтобы диаспора голосовала два дня. Но я знаю, что социалисты и прочитывали консульт. Они требуют. И они обратились тоже. Есть такое правило, как это? Я до этого сказала, в Конституционной, Борисович, они прям, да, то есть, недовольны как слева, так и справа. Я вопрос по-другому хочу, хочу, чтобы вы ширина эту ситуацию взглянули. Получается, что у нас, вот судя по обсуждениям, по той роли, которая отводит, у нас с каждыми выборами роль диаспоры все больше и больше. Так, если послушать, ну посмотрим. Вот мне интересно, так ли это на самом деле, правильно ли это? Ну, и что с этим делать? Очень велика, она росла в 2016 году, во втором туре. Она увеличивается. Она увеличивается. Во втором туре, там голосовала около 120 тысяч. То есть, по-моему, это рекорд. Большие сомнения существуют, что на этот раз такое же количество людей проголосует, потому что всего лишь один тур. Во втором туре проголосовали, а в первом, по-моему, около 70 тысяч. И, более того, интерес, скорее всего, меньше, потому что тут одномандатная округа, появились партийные лейблы, они размыты несколько. Диаспора раскалывается, потому что все равно несколько будет каких-то участников. что мы в 16-м году достигли определенного пика, а сейчас и сама система не столь благоприятствует диаспоре. Это тоже было сделано с определенным умыслом, конечно, но это было сделано, я считаю, в рамках правил. То есть, думаю, что сейчас роль диаспоры будет постепенно сходить на нет. Спасибо. А вы как полагаете? Ну, я, но в любом случае... Хотя она стала самоорганизовываться гораздо лучше, чем раньше. Да, но с ней же работают, с ней же работают и демократы, да, с ней же работают... Да, политики взяли себе многие за правила, они встречаются, теперь это... Мне понравилась эта ситуация с Майей Санду, это как командир воинского подразделения говорит все в атаку, а сам возвращается в тыл, да, и сидит возле полевой кухни и наблюдает, как его бойцы там участвуют в избирательной кампании. Хорошо сидеть в Европе и агитировать в Милане или еще где-то, да? Она может сидеть и в Кишиневе и писать имейлы. Да, по Фейсбуку. Да, да, я согласен. Но речь идет о том, что политик, который возглавляет политическую партию на что-то претендующее, да, политик, который претендовал на должность президента, боится своего избирателя в Республике Молдова, потому что за нее никто здесь не будет голосовать. Школы кто закрывал? Кто гробил народное образование? Вот видите, то есть... Вот и весь ответ. Поэтому там в диаспору выйти, там тебя не знают, там ты европейка, белая, пушистая, ну, понимаете, да? Реакцию людей. Там проголосуют, а здесь нет. Это осознанный выбор. Но, конечно же, роль диаспоры какая-то есть. Ну, я не совсем соглашусь с Корнеевым в том, что роль диаспоры падает. Тогда бы политические партии и так бы не боролись за количество избирательных участков. Это прогнозы, да. Вот видите, по Приднестрову все-таки будет уже падать. Процесс сдвигается, может быть, больше наших граждан будет участвовать в наших политических процессах. Это положительно. Все-таки это наши граждане. Они по Конституции имеют право реализовать свой голос. Мы их не можем вычеркивать. Да, на местных выборах они здесь не живут, мы их не учитываем. А парламентские, президентские, ну, это наши люди. Пока он паспорт не сдал, он наш. Поняла. Борис Андреевич, у нас еще много вопросов, времени уже остается мало, и я тоже хочу успеть задать большинство. Смотрите, еще наблюдение. Число партий, которые будут в бюллетене, ну, уже мы можем сказать, хоть еще и не все зарегистрированы, кто подал документы, сегодня истек срок. Но число партий будет меньше уже в списке партийном. В прошлый раз было 19 партий, один блок. Да, так было. Сейчас их будет ощутимо меньше. Ну, до 10. Нет, больше будет. Будет больше, судя по количеству поданных документов. как закончится регистрация. Потому что не все зарегистрированы. Но в то же время политологи уточняют, партий в списках будет меньше, а вот спойлеров, утверждают некоторые, будет больше, чем было раньше. И сегодня эту теорию выдвинул еще о том, что очень много спойлеров Влад Батрынча, исполнительный секретарь партии социалистов. Он сегодня прямо сказал, что как никогда много спойлеров против партии социалистов выдвинули, назвал коммунистов, Шора, нашу партию. Но он имеет в виду одномандатников? Нет, нет, нет. По политическому, это не настасянки. И вот есть такая теория, что потом он говорит еще по одномандатным округам, кстати, что когда смотрят, что сильный кандидат, вот они считают социалист, то тогда в том самом округе регистрируется очень большое количество участников для того, чтобы отбирали голоса именно у этого сильного кандидата. Вот такой пример они еще привели. Мне интересны ваши комментарии. Да, я согласен с этим. Вы согласны? Да, я согласен с позицией Влада Батрынча, потому что действительно так, потому что и ПКРМ, и наша партия, и кто там, и Шор, ведь это электорат больше тяготеет к левой половине. то есть в политическом спектре. Естественно, у кого они будут избирать? У самой крупной политической левой силы, у партии социалистов, которая в других условиях 100% могла бы победить на этих выборах и сформировать свое правительство. Большинство получить, скажем так. Да, ну получить большинство в парламенте, но для того, чтобы этого нет, ну видите, ну вот коммунисты идут. Ну в округах я не вижу, где бы они победили по тем лицам, да, это одно. Навряд ли они... Валерий не должен победить. Но определенное... Да, его задача оттянуть голоса. Но оттянуть, но определенное количество процентов, они, конечно же, оттянут этих голосов. Ну посмотрим по итогам, по результатам, как проголосуют. Его величество избирателей, он всегда прав в данной ситуации. Но с точки зрения политической, с точки зрения технологии избирательного процесса, Батрынча все расписал очень верно. Ну я с этим тезисом не совсем согласен, потому что, ну неправильно называть коммунистов Шора и Усатова спойлерами. Они все-таки партии, которые имеют определенные успехи в политическом плане. И они имеют право претендовать на определенную долю голосов. То есть спойлер, это партия или человек, который никто не знает, у которого есть определенные характеристики, например, имя или там внешность. И его вот бросают специально во время избирательной кампании для того, чтобы оттянуть голоса. Ну вот эти три политических партии, которых я назвал, я думаю, все-таки имеют право существовать без того, чтобы их обзывали спойлером. Ну с вами спорят политологи. Вот, например, все считают, что партия Шора, очень многие, я скажу так, не все еще, существуют и зарегистрированы только благодаря тому, что ей благоволит демократическая партия. Ну это совсем другое. Что если бы были... Ну это так? Ну это так или не так? Утверждают, но говорят именно так. Но если лидер, который получил срок уголовный семь с половиной лет первой станции, то есть демократы заинтересованы, это я к этому. Понимаете? Чтобы эта партия забирала голоса на левом фланге. Но мы перешли к другой теме, мы говорим о спойлерах. То есть партия Шора, она имеет мэра уже, она имеет... А, несколько, только одного. То есть есть определенные... Может быть исходить из того, что вот есть, знаете, как говорят, вот есть бесспорные, да, по прогнозам, есть бесспорные партии, которые вот все знают, что они пройдут. Ну да. Понимаете? А вот партия Шора и коммунисты, вот здесь вот нет единодушия. Давайте тогда сделаем другую классификацию. Есть партии, которые несомненно пройдут, есть партии, которые находятся на грани, но их спойлерами нельзя назвать. И есть партии, у которых нет шансов, но они могут за счет чего-то оттянуть голоса у несомненных лидеров, кстати, а не у тех, которые находятся на грани. Вот те перечисленные три партии, которые находятся во второй категории, они в последней. Спойлеры, это партии без шансов, кандидаты без шансов. Ну, это мое мнение, Борис Андреевич. Но дело в том, что эти партии действительно лишают лидеров какой-то определенной победы на этих выборах. И они прекрасно это понимают, что они делают. Нет, просто можно было растить эти партии за год, за два. Понимается? Можно было растить эти партии. Здесь только в сложившейся ситуации выход только один. Лидерам избирательной гонки объяснять на избирательных встречах с людьми, депутатам во время телеэфирова объяснять это. О том, что разумный человек не должен выбрасывать свой голос в мусорную корзину. Потому что эта партия может не преодолеть этот шестипроцентный рубеж. Бесполезно голосовать за человека в округе, когда есть два-три ярких лидера и их знают в районе люди в округе. А распыление этих голосов это значит, ты его просто выкинул в мусорную корзину. Поэтому здесь должен у избирателя сработать защитный механизм, который должен сказать, нет, я этого не люблю, вот он мне не нравится, но я хочу, чтобы... Рационализм должен взять вверх. Да, что вот их правила. Рационально голосовать. Он иногда срабатывает. Иногда. Здесь ключевое слово. Вот это меня будет защищать, и я это думаю, это мое будущее. Я пойду проголосую за них. Потому что, ну, по-другому нельзя поступить. Поняла. Времени уже очень мало остается, и я не успела с вами поговорить, затронуть очень важный вопрос. Мы о нем говорим очень часто. Сейчас, вот сейчас. Лучше сохраните для другой передачи. Не могу без вашего мнения, господинчуре, я буду плохо спать этой ночью по поводу геополитики. Ну, я очень беспокоен. Да, вот поэтому вам придется ответить. Да, геополитика в этой компании. Вот все говорили, что ей будет принадлежать главная роль. Вот еще до выборов. А промо-ликс не геополитика? Ну, дайте вопрос сформулировать, Борис Андреевич, что же не дебаты начались? Что же я делать-то с конкурентами буду? Понял. Так получается на деле? Ну, у меня, как раз, вчера была лекция на эту тему. Ну, вот. Вот я знала, кого спросить. Роль геополитики в выборах. Мой тезис следующий. Конечно же, геополитика присутствует, причем очень ощутимо. Но она на этих выборах, как это ни странно, присутствует ощутимо, но она невидимая сторона айсберга. Все политические партии пытаются скрыть геополитические свои мотивы. Ну, в меньшей степени это удается социалистам. Все-таки поездки, например, президента, там, других политических лидеров на Восток, они указывают на геополитичный характер. А вот демократическая партия скрылась. Они близкие, но их не принимают. На Западе вообще никто. Борис Андрейс. Не-не-не. Я другое имел в виду. Их, возможно, сейчас и не принимают. Но понятно, что большим странам интересно, кто здесь победит. Но демократы, они сейчас идут за счет месседжа не геополитичного. Но альянс в парламенте потом будет делаться по геополитическим принципам. Конечно же. Но месседжи сейчас у партии в основном не геополитические. То есть они хотят уйти от геополитики, ставить акцент на экономику, на другие социальные факторы. Но потом, встретившись в парламенте, они все равно будут действовать по законам геополитики. Спасибо. Дело в том, что сегодня демократы так и выстроили свою предвыборную кампанию. Да, они стараются что-то делать на местах. Разные свои проекты. Разработали социалисты. Очень много в этих вопросах работает он. Шорт какую бурную активность развил. То есть все кинулись в социальную сферу работать. А геополитика пока, она может появиться во второй половине избирательной кампании, когда, допустим, демократы поймут, что они ее проигрывают. Вот тогда они и включат геополитический фактор. Пока он им не нужен. Социалистам он не нужен, потому что у них изначально избирательная кампания построена по другому принципу. Они с самого начала всегда поднимали социальные вопросы. Смотрите, сколько они в Кищеневе очень много работают, делают и по республике в том числе. А вот когда, после 24-го, там будет уже чистая геополитика, появится посол Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза. Ну, не только западные дипломаты. И прочее. Я еще раз, я ни разу не видел, чтобы российский посол во что-то куда-то вмешался. Ну, понимаете, существуют залы, и существуют коридоры, и существуют кулуары. Вот каждый как решает действовать. Это был комплимент, если подумаете, на самом деле, мне кажется так. Я вас благодарю. Не успели мы поговорить по роли о том, что без куратора остались мы после отставки помощника госсекретаря. Но это у нас еще будет с вами, я думаю, не один эфир, посвященный международной проблематике. Спасибо вам большое за то, что пришли. Вы смотрели программу «Дело принципа», и желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»